Село Джигинка. Квартал с многоквартирными домами. Сюда привезли комплекты постельного белья и другие необходимые в быту предметы. Мы заранее просто обследуем условия проживания, узнаем нуждаемость семьи. Конкретно каждой семье, чем нуждаемость семьи. Посылку здесь ждут, благодарят. В семье пятеро детей, жена на работе. Удалось устроиться поваром на круглый год. Муж подрабатывает на стройках. Верит, что дела пойдут на лад. На это надеются и в муниципальном управлении по делам семьи детей. Пока же будут периодически узнавать, как идут дела. Следующая точка в самом центре Анапы. Так вышло, что мужчина остался с двумя детьми без жены. Помогают бабушка с дедушкой. Самое сложное вот с работой. Бывают такие дни, когда и ребенка некому оставить, и на работу надо. Тогда вот уже приходится с начальником договариваться, чтобы на работе как-то выходной давали. И со смесями помощь тоже очень такая нужная. Потому что сейчас самая дешевая смесь, там порядка 500 рублей. Их, чтобы заработать, нужно пахать. В багажнике небольшого автомобиля то, что для большинства людей мелочи. А для тех, кто оказался в непростой ситуации, жизненно необходимые вещи. Шесть семей, в которых воспитывается 18 детей, получили помощь от предпринимателей. Это мебель, какая-то утварь, принадлежности, которые позволят им и собраться в школу, и организовать более комфортно свой досуг. Такая практика для нас стала доброй традицией. Мы будем ее продолжать и впредь. Также традиционно Анапский центр социального обслуживания населения организует сбор вещей и продуктов в рамках акции «Подари тепло». А в конце августа каждый, кто приходит на школьный базар, может приобрести любые принадлежности, которые распределят среди нуждающихся. А уже на днях предприниматели организуют поход в парки отдыха для более чем 50 юных анапчан.